Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Готовность номер один. В Бресте активно работают комиссии по приемке учреждений образования. В центре внимания – организация условий для обучения, отдыха, приема пищи, спортивная составляющая безопасности детей. Реконструкция брестских и частных сооружений в финальной стадии. Глобальная модернизация позволит забыть о неприятном запахе в городе. Это уже не миф, это реальность. Невероятная история похудения. Открытие и откровение человека, который знает, как выглядеть не на 100 килограмм, а на 100 процентов, в Беларуси отмечают День здорового питания. И это лишь часть тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты программы «Итоги недели». Новый учебный год наступит уже через две недели, поэтому неудивительно, что наш выпуск мы начнем с материалов, в которых расскажем о подготовке учреждений образования к горячей паре. Напомним, Московский район в этом году получит два новых важных объекта. Речь идет о крупнейшей в области школе. Ее вместимость – порядка полутора тысяч учащихся и учебно-педагогическом комплексе на более чем 500 мест. Новые школы – это прекрасно, но и функционирующие не должны ничем отличаться, потому на протяжении летнего периода в их стенах кипит ремонтно-строительный процесс. Меняются окна, кровля, инженерные коммуникации, преображаются предметные кабинеты, коридоры, пищеблоки и спортзалы. И только после того, как специальная рабочая комиссия, в состав которой входят представители разных областей, даст оценку проведенной работе, учебные заведения города смогут принять учеников. Вместе с экспертной комиссией на приемку в среднюю школу номер 13 имени Валерия Хована и 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева отправилась и наша съемочная группа. Какие недостатки выявляются чаще всего и на что сделан акцент в приемке 2019 года, расскажем прямо сейчас. В состав экспертной комиссии входят представители администрации района Управления по образованию санитарных служб МЧС. На комплексную проверку дается час. За это время специалисты должны дать заключение, готовы ли школы принять учеников 1 сентября. О проделанной работе и готовности 13 школы ее директор Анна Волынец рассказывает уверенно. В стенах учебного заведения школьников ждут светлые классы, отремонтированные коридоры, новая мебель и оборудование. Хорошие результаты стали возможными благодаря совместной, слаженной работе педагогов, родителей и спонсоров, которые приняли участие в подготовке учреждения к новому учебному году. За этот год мы заработали 69 тысяч небюджетных денег. Это больше на 16 тысяч, чем в прошлом году, из которых 20 тысяч – это помощь наших родителей. Членов попечительского совета. Ежегодно мы планируем наши ремонты в сентябре месяце. Всегда отчитываемся перед родителями с председателем попечительского совета по деньгам, которые мы потратили. И сразу планируем, что мы будем делать на следующий учебный год. Немало усилий было направлено на обустройство пищеблока. И не случайно особое внимание в подготовке заведений к новому учебному году сделано на организацию питания. В этом году было закуплено 56 единиц торгово-технологического оборудования, 14 холодильников мы купили, 14 плит. Все предписания Центра гигиены и эпидемиологии, которые существовали у нас в прошлом и позапрошлого года, в этом году были выполнены в полном объеме. Вообще следует отметить, что за последние пять лет системой образования Ленинского района 90% торгово-технологического холодильного оборудования, оборудование для прачечных в дошкольных учреждениях образования было заменено современное, энергоемкое. Поварами мы, кстати, тоже укомплектованы 100%. И тоже нашей особенностью является, что впервые за последние шесть лет мы 100% укомплектовали все пищеблоки учреждений общего среднего образования и дошкольного образования поварами. Соблюдение требований безопасного питания, пожарной безопасности и охраны труда, благоустройства территории, состояние спортивных залов, площадок, учебных кабинетов и пищеблоков – это основные критерии для организации образовательного процесса. Но не менее важным остается вопрос укомплектованности педагогическими кадрами. К первому сентября на учительский пост за 105-75 молодых специалистов. Вероника Ашманева – одна из них. По распределению девушка попала в 20-ю школу. Школа очень престижная, очень красивая, меня очень порадовал участок, именно вот, конечно, просторный, красивый класс, современное оборудование, все очень радует и настраивает на работу. Особенностью этого года является то, что все молодые специалисты, пришедшие к нам, были закреплены в Ленинском районе именно по специальности, потому что предыдущие годы крайне сложно было устроить молодых специалистов по профилю белорусской филологии, истории, биологии. В этом году мы закрепили как раз-то всех по специальности. Обычно они шли воспитателями в систему дошкольного образования. К слову, в средней школе номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева также выполнен немалый объем работ. Приятное впечатление создает как территория вокруг школы, так и внутри. Запах свежей краски еще витает в помещение, а новая мебель ждет учеников. Все кабинеты, все залы, все холлы, все хотят встретить учеников. Нам очень помогли наши шефы. Завод газовой аппаратуры на ремонт технических мастерских выделил 16 тысяч рублей. Завод Белалка установил нам турникеты, тоже выделив на эти цели средства. Республиканская федерация футбола сделала нам замечательный подарок к тысячелетию Бреста, конкретно 20-й школе, новую спортивную площадку. В целом мы потратили на подготовку к школе около 100 тысяч вне бюджетных рублей. В Ленинском районе Бреста работает 51 учреждение образования. Официальная приемка стартовала 5 августа и уже завершится на этой неделе. В ходе проверок в некоторых заведениях комиссии были отмечены некоторые пробелы, которые будут устранены в ближайшие дни. Все паспорта готовности должны быть подписаны 20 августа. Недостатки, которые выявляются, прежде всего связаны с наведением надлежащего порядка, скажем так. Где-то устранить затеки небольшие на стенах, где-то подшлифовать, может быть, парты, мебель учебную, кое-где там, заусеницы мелкие даже. То есть мы смотрим самые мелкие вопросы и даем рекомендации по устранению таких проблем. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. В продолжение темы. Политика белорусского государства всегда была направлена на обеспечение благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. Ведь активный человек, заботящийся о своем здоровье, эффективнее трудится и, как правило, добивается высоких результатов. Он легче справляется с возникающими проблемами, он собран и сдержан. Каждый год спортивная база учреждения образования также переживает реновацию. Важно создать все условия для того, чтобы детям хотелось идти тренироваться и заниматься физической культурой и спортом. О последних штрихах большой работы Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Гимназия номер два. Сегодня учреждение образования больше известно в городе успехами его учеников языка, химии, биологии. Однако добиваться высоких результатов в учебе можно только если совмещать умственные и физические нагрузки, уверена администрация. Именно поэтому к новому учебному году в гимназии прошел комплексный ремонт спортивного ядра. Но главное, теперь здесь появились просторные раздевалки с душевыми, подарок спонсоров. Комфортные условия стали для детей еще одной мотивацией для занятий спортом. И, конечно, гимназия приобретет статус кузницы олимпийских звезд. Успехи в спорте велики. Олимпийская чемпионка 2004 года Юлия Нестеренко, выпускница нашей гимназии, в круглогодичной спартакиаде учащихся Московского района мы чаще всего бываем первыми. Поэтому хватает времени и на спорт, несомненно. Готовятся к новому учебному году и спортивные учреждения города. Детско-юношеская спортивная школа номер один – кузница лучших борцов страны. Сегодня здесь развивают такие направления, как бокс, дюдо и бейсбол. Ежегодный комплексный косметический ремонт плюс обновление стендов – то, что нужно для поддержания объекта в надлежащем виде. Порядка 340 воспитанников придут сюда на тренировки уже в новом учебном году. Это детская спортивная школа. Естественно, что в течение года какие-то возникают проблемы, скажем так, в косметическом виде. Поэтому покраска, побелка, изготовление новой наглядной агитации. Приемка учебных заведений в эти дни завершается. Представители комиссии обращают внимание не только на проведенный косметический ремонт, санитарные условия, технику безопасности, но и на то, насколько бережно относятся в учреждениях к тому, что было сделано. Детская юношеская спортивная школа номер три – яркий тому пример. Проведенный здесь несколько лет назад капитальный ремонт сделал Брестскую базу фехтования одной из лучших в стране. Благодаря хорошим условиям и наставлениям компетентных педагогов, ребята добиваются высоких результатов, о чем сегодня свидетельствуют многочисленные кубки и награды. К новому учебному году ожидается у нас 400 учащихся спортсменов в школе, занимающихся будет. Работает у нас 22 тренера в спортивных залах. В 2009-2010 году была проведена реконструкция школы. Благодаря городу были выделены средства. И на сегодняшний день мы имеем лучшую базу в стране фехтования. И наша задача сейчас поддерживать и наводить порядок. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите большие итоговые новости на канале Буктовая. Говорим о том, что волнует брещан. Долгое время горожан тревожил вопрос неприятного запаха в городе. Июнь 2017-го. Эта дата войдет в историю города как старт крупномасштабной реконструкции очистных сооружений. Это был первый шаг на большом пути. Время шло. И вот на календаре август 2019-го. Немалый объем работы был проведен за это время. Сегодня крупномасштабная модернизация выходит на финишную прямую. К финансированию проекта были привлечены средства кредитов и грантов международных банков и финансовых фондов. Кроме того, объект включен в план подготовки города к тысячелетию. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на предприятии и готова рассказать о последних новостях строительной передовой. Проект, инициированный чуть больше двух лет назад, подходит к своему логическому завершению. Речь идет о масштабной реконструкции очистных сооружений, в которые город нуждался. И на это были не только производственные, но и, так сказать, эстетические причины. Неприятный запах доносился даже до центральных улиц. Однако, с ним будет покончено сводом обновленного объекта, обещают строители и работники водоканала. Масштабный проект выходит на финишную прямую. Произведена реконструкция полная с накрытием пяти первичных отстойников. На сегодняшний день реконструируется последний из шести, которым подразумевают за собой защита железобетонной работы и установка нового оборудования с соответствующим накрытием. Далее ведется реконструкция существующего одного последнего блока аэротенков, на котором, в принципе, уже ведутся некоторые даже монтажные работы. Построен полностью выпускной коллектор. Для реализации большого проекта были подписаны контракты с генеральным подрядчиком чешской компании «Метростав» и поставщиком оборудования предприятием «Гроссман» на сумму 9 миллионов евро. Финансовый блок – грантовые средства. Весь процесс строительства находился на особом контроле руководства города и области. Практически два года непростой, но довольно интересной работы позади. Сегодня отдельные элементы большого комплекса проходят пусконаладочные процессы. Конечно, это улучшит технологию, но и обратно же это улучшит процесс. Тоже у нас этот ИЛ передается на переработку и тоже вырабатывается. И экологически чистая энергия производится. Цель большого проекта – достижение общеевропейских экологических стандартов «Хелком» – показателей очистки источных вод. Для этого совсем скоро на предприятии заработает мощный комплекс механической очистки – современные здания решеток и песколовок. Основная проблема, это неприятное для населения города Бреста – это запах, который присутствует. Это значительно сократится выброс дурнопахающих веществ в атмосферу. Ну, соответственно, улучшится, скажем, немножко экологическая обстановка по воздуху. Ну и, соответственно, по системе очистки тоже. Согласно распоряжению президента Республики Беларусь номер 142 о подготовке к празднованию тысячелетия Бреста, реконструкция чистых сооружений была включена в план основных мероприятий, которые необходимо выполнить к юбилею города. Ввиду этого реализацию проекта планируют завершить к тысячелетию Бреста. Еще одна тема, которая касается всех нас и каждого в отдельности. Появление на карте Бреста новых медицинских учреждений – это прямые инвестиции в будущее и здоровье людей. В последние годы областной центр прирос сразу несколькими объектами здравоохранения. Год назад, в день города в Заречном районе, в народе ее называют Пугачевкой, была открыта станция скорой помощи. Кроме этого, осенью 2018-го была введена в строй городская больница палеоативной помощи. В июне этого года состоялось открытие нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. Об этом объекте и пойдет речь в нашем следующем сюжете. По итогам масштабной реконструкции в плюсе оказался и пациент, и медицинский персонал учреждения. А работа врачей вышла на принципиально иной уровень. Приемное отделение городской больницы скорой помощи можно назвать горячей точкой. Разные пациенты, разные болезни, разной степени тяжести. Здесь медики работают как слаженный механизм. Ведь именно от первой помощи часто зависит жизнь пациента. Около 90 больных в сутки. Цифра для больницы скорой медицинской помощи привычная. С открытием нового трехэтажного здания помогать людям, команде врачей стало гораздо проще. Ведь если ранее приходилось принимать пациентов на площадях 86 квадратных метров, сегодня пространство стало больше в 4 раза. Появились места, где можно пациента посмотреть. Раньше у нас было практически одно помещение, в котором приходилось совмещать и смотровую, и процедурную. То есть помещение было очень маленькое, пациентов в день поступало очень много. Создавались очереди из-за того, что пациента просто банально не было где посмотреть. У нас теперь есть две смотровые комнаты, один процедурный кабинет, инфекционный бокс, реанимационный зал, санпропускник. Также имеется отдельный подъезд, удобный для машин скорой помощи. Второй этаж располагает самым современным диагностическим оборудованием. В шаговой доступности сразу два аппарата, которые позволяют заглянуть внутрь человека. Благодаря магнитно-резонансному и компьютерному томографам, одного из лучших мировых производителей, врачи видят все до мелочей. Технические характеристики компьютерного сканера позволяют снизить лучевую нагрузку на 30%. Высокие технологии требуют и высокого профессионализма медиков. Это в больнице есть. На МРТ смотрятся мягкие ткани. Те же кости смотрятся как на КТ, так и на МРТ. Но на КТ смотрится костная структура, на МРТ смотрится костный мозг. То есть оцениваются какие-то воспалительные процессы, опухолевые процессы и так далее. Большой плюс для нас в том, что у нас установлены новые томографы 2018 года выпуска. Соответственно, на них установлено новое программное обеспечение, которое позволяет максимально расширить возможности как КТ, так и МРТ диагностики для более уверенного принятия решений. А еще на втором этаже есть лаборатория срочных анализов. Благодаря новому оборудованию, внедренным современным технологиям, в день здесь проводятся до 500 исследований. С появлением новой аппаратуры анализы делаются максимально быстро. К примеру, утренние будут готовы уже к обеду. Мы делаем холестерин, делаем общий холестерин, делаем холестерин низкой плотности, высокой плотности, определяем факторы террогенности, делаем гормонные щитовидные железы. На третьем этаже административное помещение. Вообще больница преобразилась не только внутренне, но и внешне. Весь комплекс ремонт на строительных работ сопровождался изменением схемы проезда к больнице. Прием пациентов с Ленина прекращен, кареты скорой помощи заезжают через Коммунистическую и Белово. Уже можно с уверенностью констатировать тот факт, что подарок получился отличный, как и для работников в больнице, так и для пациентов всего города, так и для здравоохранения в целом. То есть это и площади, и новое здание, и оборудование, в том числе КТ, МРТ. Зрелищно и волнительно. Итоги международных армейских игр подводят в эти дни. Для белорусской команды выступления на родной земле получились продуктивными и результативными. Дома, как известно, и стены помогают. По итогам двух конкурсов «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж» наши военнослужащие одержали безоговорочную победу. Практически полмесяца в полевых условиях. Каждый день новые задания. Но это нисколько не сломило наших ребят. Наоборот, давало силы и адреналин для достижения главной цели – качественного выступления и получения максимальных баллов. Наши рулят. Так говорят в молодежной среде. Белорусская команда лучше по итогам двух военных конкурсов. Давайте же вспомним самые яркие моменты большого мероприятия вместе с нашим корреспондентом Анастасией Ноздрин-Плотницкой. Большой парад, величественная Брестская крепость, десятки камер и журналистов. Масштабным и ярким было открытие двух международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Не менее впечатляемый состав участников – от Белоруссии, России, Казахстана и Китая до Азербайджана, Ирана, Шри-Ланки. Представители военных команд из 21 страны на земле священной цитадели с мирной миссией, чтобы укрепить связи и наладить взаимодействие в вопросах подготовки военных кадров. Буквально несколько дней назад мы отметили 75-летие освобождения Бреста и белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. 75 лет мирной и безопасной жизни. Сохранить эту величайшую ценность возможно только общими усилиями всех стран. Полярная звезда «Новинка-2019». Военнослужащие Белоруссии и России первыми опробовали новый вид соревнований – преодоление заминированного участка местности, движение по азимуту, налет и эвакуация группы, прыжки на точность, стрельба в составе группы, основы медицины – и это только часть большой программы. Белорусам на «Полярной звезде» не было равных, как итог, в нашей копилке – первое место. Параллели на полигоне проходил «Снайперский рубеж». Испытание известное, но довольно непростое – несколько разнопрофильных этапов и только один шанс победить. Это было главной мотивацией. Несмотря на довольно непостоянную погоду, условия выполнения испытаний приятно порадовали участников. Для некоторых команд температура в плюс 20 была немного непривычно. Конечно, белорусская погода очень комфортна для выполнения испытаний. У нас в стране намного жарче, и так работать было бы очень сложно. А вообще, мы приятно удивлены организацией соревнований и высоким мастерством стрелков. Одним из самых зрелищных этапов испытания стал «Снайперский биатлон». Две подгруппы, восемь команд и только один шанс получить заветное первое место. Все участники показали себя достаточно профессионально. Соответствовало и качество организации этапов. Испытания реально были очень сложные. Я скажу, что команда выложилась на все сто. Они сделали даже больше, чем могли. Но и скажу, что соперники тоже были неслабые. И, наверное, все-таки, как было сказано вначале, победил сильнейший. Значит, нужно готовиться, готовиться и еще раз готовиться. Эту разновидность биатлона называют еще снайперской эстафетой. А потому отличная физическая форма играет не последнюю роль в достижении лучших стрелковых результатов. Практически километровая дистанция со своей системой штрафных очков. Все как в обычном биатлоне. Один промах, один дополнительный круг. Бегом. Но такая нагрузка только добавляла азарта. Закрытие международных конкурсов получилось не менее знаковым. Участие в мероприятии приняло большое количество официальных лиц. Атмосферу и особую торжественность не можно сравнить с Олимпийской. Ведь стать лучшим среди такого количества военных команд особенно почетно и ответственно. Итоги подводились как в личном, так и в командном зачете. Испытаний было много. И стрелки смогли показать, на что они способны. И вот он, главный результат. Белорусская команда. Первая по итогам конкурсов. «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Мы у всех стран берем лучше, где можно. Мы проходим обучение Евросийской Федерации. Мы ездим и проводим совместные мероприятия с китайской стороной. Мы работаем с Казахстаном. У нас в этом году было много мероприятий с Узбекистаном. То есть у нас география большая. Анастасия Назарин, Плотницкая, Павел Малошенок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Ежегодно в соответствии с календарем единых дней здоровья в Беларуси проводится День здорового питания. В 2019 году он приходится на 19 августа. В вопросах активного образа жизни и правильного питания многим из нас предстоит еще много работы. Но есть в нашем городе Брещане, которых по праву можно назвать примером для подражания тысячам людей. Они – настоящие знаменитости в этой, казалось бы, совсем не звездной сфере. А еще они знают, что делать для того, чтобы выглядеть не на 100 килограммов, а на 100 процентов. О невероятной истории похудения на более чем 50 килограмм и мотивации для работы над собой расскажем в завершающем материале нашего выпуска. На героя нашего сюжета Дмитрия Човгана хочется быть похожим хотя бы по одной причине. Брещанин похудел на 55 килограмм. Еще в январе этого года мужчине было стыдно назвать свои параметры. Цифра на весах показывала отметку 156. С помощью правильного питания и регулярных занятий спортом в тренажерном зале под руководством личного тренера Дмитрий пришел к форме всего за 7 месяцев. Это именно тот случай, когда с нового года началась новая жизнь. Я начал понимать, что надо что-то менять, особенно после того, как прошел обследование. И обследование просто не смогли завершить из-за того, что у меня зашкалил пульс, зашкалило давление. И я понял, что это такая вот точка бифуркации, когда мне надо было что-то решать. И тогда он решил поменять все кардинально. Я для себя так и назвал этот проект «Минус 56». Вот. Завел аккаунт в Инстаграме, где каждый день скидываю отчеты. Люди... Ну, мне кажется, для людей это большой тоже... Не знаю, мотивация, что ли. Они смотрят... С очень многими людьми мы переписываемся. Я делюсь, поддерживаю их. Где-то знаю, что некоторые пошли по моим стопам. Может быть, не настолько успешно. Но, тем не менее, меня это тоже очень вдохновляет, когда я вижу, что люди вдохновляются моим примером. С появлением правильных привычек в жизни Дмитрия начался отсчет новых возможностей. Мужчина стал реже заглядывать в поликлинику, а про страшные диагнозы и ежедневный прием таблеток и вовсе забыл. Вчера я прошел обследование УЗИ сердца. Пульс идеальный. У меня таблетки были именно от пульса. Пульс идеальный. Жира на стенках сердца нет. Это то, в общем-то, та цель, которая ставилась больше даже, чем сбросить просто вес. Потому что сбросить подкожный жир – это не так-то сложно. А вот жир, который на внутренних органах – это уже гораздо сложнее. Здоровый образ жизни трансформировался в стиль жизни. Появились новые идеи и цели. У меня есть мечта к весне подготовиться на полумарафон. Если все нормально, то в сентябре я хочу пробежать дистанцию 10 километров. Восемь уже пробежал, десять хочу на тысячелетие города пробежать. И весной хочу полумарафон осилить. Плюс у меня еще – это мечта с детства, которую я почти похоронил, но сейчас она опять появилась. Потому что возможность есть, насколько я понимаю. Я мечтаю зайти на Эльбрус. К чему пришел он сейчас – это хорошо. С момента начала тренировок элементарные движения ему было выполнять сложно. Сейчас он уже тренируется, бегает по 8 километров. Это можно отслеживать за ним все его результаты. То есть жизнь у него изменилась просто кардинально. И такое правильное отношение к своему здоровью – это залог успеха. Со временем к зожу люди привыкают и даже начинают любить, когда чувствуют перемены, а цифры на весах становятся все меньше и меньше. Специалисты убеждают – с появлением новых привычек поменяется не только вес, но и вся жизнь. Побывав в тренажерном зале хотя бы один раз, становится понятно, насколько насыщена жизнь тех, кто занимается спортом, и какие возможности таит в себе, казалось бы, обычная качалка. Быть может, из-за этого самого раннего утра в обычный будний день в тренажерных залах Бреста полный аншлаг. Подхваченный на бегу фитнес-коврик пристроить непросто, да и занять беговую дорожку весьма проблематично. Надо признать, фитнес и занятия спортом в Бресте – модный тренд. Это не может не радовать медиков, ведь поход в зал – это в первую очередь здоровье. К проблеме лишнего веса врачи относятся со всей серьезностью, ведь избыточная масса тела может стать причиной развития многих заболеваний. Поэтому и призывают всех нас питаться правильно. Вот, к примеру, топ-5 продуктов, которые помогут сбросить ненужные килограммы. Белая рыба, красная рыба – пожалуйста. Эти продукты богаты белком, а значит, они требуют много энергии для переваривания. Они содержат большое количество омега-3, которые так необходимы нашему организму. Второе – это салат. Зеленые овощи – рукола, шпинат, кудрявая капуста, богаты минералами и клетчаткой. Они содержат достаточное количество витаминов, которые способствуют укреплению иммунитета и сжиганию жиров. Цельнозерновые продукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновые макаронные изделия. Все это приводит к понижению уровня инсулина и снижает риск развития заболевания с сахарным диабетом. Продукт номер 4 – миндаль. Мононенасыщенные жиры – это еще один секретный ингредиент, который помогает сжечь жир. И последнее, но не менее важное – это вода как часть рациона. Запускает обмен веществ, и через 20-25 минут ваша пищеварительная система будет максимально готова к приему пищи. Занимайтесь спортом, старайтесь правильно питаться. И помните, дело не в еде, а в отношении к ней. Надо есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40 и 22.50 утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни августа. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 18 августа республика в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. В Бресте будет преобладать сухая погода. Ночью и утром слабый туман. Ветер южного направления умеренный. Температура воздуха минимальна ночью плюс 14-18. Максимальная днем 24-26 градусов. 19 августа юго-восточная половина республики будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. По северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. В Бресте день будет отмечен солнечной погодой без осадков. Ветер переменных направлений ночью южный, днем юго-западный умеренный. 17-19 градусов температура воздуха в ночные часы до 30. Прогноз синоптиков на день. Субтитры подогнал «Симон»!